Духовная война На свержение всяких твердынь дьявольских И вот сегодня хотелось бы поговорить о четырех главных оружиях в Духовной войне Первое место это Ефесянам 6.18 Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом И старайтесь о сём самом, со всяким постоянством и молением о всех святых То есть первое оружие это молитва Когда мы порой бываем загружены своими проблемами, какими-то просьбами, неудачами И они нас давят, то можно уединиться и начать молиться и за свои проблемы И также ходатайствовать за братьев и сестёр, за церковь И свои проблемы как-то начинают меркнуть И приходит победа, и в сердце приходит мир и покой Это хорошее оружие, когда мы постоянны в молитве Также хочется отметить ещё одно оружие Это Псалом 8.3 Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя То есть чтобы сделать врага безмолвным, надо хвалить нашего Господа, прославлять его Хвалить и прославлять его есть много за что Вспомнить, что он сделал в нашей жизни, что он сделал для нас, что он сделал в окружающих людях И прославлять его, хвалить нашего Творца, Великого, Святого Бога И обязательно дьявол сокрушится 3. Иеремия 23.29 Слово моё, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Когда мы читаем Слово Божие, оно как в зеркале показывает нам наши недостатки, наши какие-то проблемы И когда мы читаем, применяем это Слово, доверяем этому Слову, то оно словно огонь сжигает всё нечистое Как Иисус говорил, Слово моё очищает вас И также оно как молот разбивает все твердыни, которые дьявол настроил в нашем разуме Но это тоже нужно делать постоянно и применять это оружие 4. О чём хотелось бы отметить, это Откровение 12 глава 11 стих Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти То есть здесь можно сказать, вот на примере мы ходили проповедовать Евангелие в Белогорске И там подошли к нам 4 татарина, 4 мусульманина И я думаю, всё, они сейчас начнут препятствовать Но брат один засвидетельствовал им об Иисусе Христе, что Он сделал на кресте, как Он провёл кровь за нас И теперь мы имеем прощение благодаря этой жертве Имеем новые сердца, новые жизни И рассказал, что Он был наркоманом, алкоголиком И Господь дал ему свободу от этого греха, и сейчас Он живёт в победе И люди слушали, и вот эти татары, мусульмане, они приняли новые заветы Мы обнялись и расстались дружелюбно И я понимаю, что это хорошее, такое сильное, мощное оружие Кровь Агнца и Слово свидетельства Поэтому, дорогие братья и сёстры Давайте будем применять эти 4 оружия Молитва, как за себя, так и за других И это постоянно надо делать Хвалить Господа, прославлять Третье Слово Божие читать и применять его в жизни Давать ему работать с нашими сердцами, с нашим разумом И Кровь Агнца и Слово свидетельства своего Вот эти 4 основных оружия надо обязательно применять И дьявол будет отступать и будет поражён во имя Иисуса Всем благословений, хорошего дня, дорогие братья и сёстры Аминь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»